Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в студии ТВН города Сиаттл. Вопрос, который часто беспокоит многих, что делать, как найти ключ к успешной и счастливой жизни, когда очень часто оказывается, что ключ был в руках, да только не углядели. История много чему нас учит. Вспомним, к примеру, Божьего мужа Гедеона. Благодаря его смелости, вере и решительности он оказал огромное влияние на реформацию своего государства и также одолел ярого врага, который осадил со всех сторон Израиль. Замечательный лидер, пример которому стоило подражать. Тем не менее, по смерти Гедеона израильтяне погружаются в видолопоклонство, следуя за Авимелехом, который и увел их от истины. Предлагаю этот вопрос исследовать. Итак, каким образом удалось Авимелеху оказать такое влияние на народ? У Гедеона было не 12 сыновей, как у патриарха Иакова, которым переходила наследственность отца и вместе с этим эстафета начатого дела, а целых 70. Уж среди них, то наверняка полагал Гедеон найдется хоть один, кто продолжит дело отца. Но не сбылись мечты Гедеона. Инициативу взял в свои руки Авимелее. Какие его шансы были по сравнению с ихними? Реалистично это один против ста, так как он был сыном наложницы, и поэтому не был причислен к законным сыновьям Гедеона. А следовательно, его права и привилегии были значительно меньшими. И несмотря на это, люди пошли за ним. Итак, как же он мог оказать такое влияние? Дело в том, что с помощью этого примера мы можем заключить следующее. Если инициативу не берут в свои руки добрые, богобоязненные, любящие люди Бога, они тем самым открывают дорогу безбожникам, которые в свою очередь проявят инициативу и будут насаждать свои ценности и мировоззрения в обществе. Впрочем, сыновьям Гедеона жилось неплохо. При таком папе эгоистическая позиция, лишь бы мне было хорошо, всегда имеет печальный конец. А сколько среди нас в настоящее время есть замечательных, талантливых музыкантов, поэтов, продюсеров, художников, в целом творческих людей, кто мог бы и должен нести свет в этот мир своим творчеством, но нет. Они чего-то ждут. Ждут чего? Какого-то таинственного толчка. Время проходит, и этот энтузиазм перегоряет, как лампочка, потому что они никогда не поняли секрета пламенения. Чтобы лампочка светила, нужно включить включатель. Стало быть, проявить инициативу. Следовательно, дорогие друзья, мы всегда в ответе перед Богом за те возможности, которые нам представляются, чтобы реализовать свой потенциал. Не заглушите голос страсти, поднимающий вас к борьбе. Мир есть страсть, охлаждение страсти есть обыденность. Величайшие подъемы в жизни, связанные с внутренней музыкой, вызваны мечтой. Храните мечту и проявляйте инициативу. Да поможет вам Господь в этом. А я с вами прощаюсь. До следующего урока. Спасибо.